Всем привет! Спасибо, что зашли на наш канал. Я сегодня буду снимать видео, как я пеку хлеб. Это будет в третий раз в моей жизни, как я это делаю. В предыдущем видео я показала, какой у меня хлебушек получился, и у меня было очень много вопросиков, чтобы я написала рецепт и решила вам просто это показать наглядно, как нужно это сделать. Поэтому давайте сегодня испечем хлеб вместе со мной, посмотрим, что у нас получится. Поэтому сегодня нам нужна вода теплая, это мука, это дрожжи, соль и сахар. Я вам сейчас покажу, какие я дрожжи использую. Вы можете взять, какие у вас есть. Точно не могу сказать, как получится, но вот то, что вы у меня видели, как у меня получилось, я делала из вот таких вот быстрых дрожжей. Сейчас покажу пачечку. Вот такую пачку здесь я покупаю, они, в принципе, везде продаются, но именно кто находится здесь в США, если будете использовать, то вот такие вот синенькие я беру, пока у меня с ними более неплохо все получилось, видели результат, поэтому это вот эти вот быстрые, такие активные дрожжи. Так, первое, что нам нужно, конечно же, емкость. Я взяла вот такую вот прозрачную стеклянную. Насыпаем туда наши дрожжи. Две пачечки, это примерно, сейчас скажу, одна пачка у меня выходит 21 грамм, то есть 42 грамма таких вот дрожжей. Мы высыпаем сюда. Дальше нам нужна теплая вода, 800 миллилитров воды. Сюда добавляем сахар 4 столовые ложки. Следующая, маленькую, небольшую часть такого, берем где-нибудь там, миллилитров 100-200, мы берем теплой воды и заливаем наши дрожжи. Так, быстренько размешиваем. Надеюсь, видно меня и хорошо слышно. Я без микрофона сегодня. У меня разразился, и я уже не стала вставить. Я думаю, сейчас быстро это сделаю и пойду отдыхать. Потому что сегодня я целый день провела с Каролиной. Каролина у меня заболела. И поэтому, как говорится, стежка до этого была, и эстафет мы всегда принимаем. Знаете, взбила прям так по-своему, в такую какую-то пенку. Теперь добавляем туда муки. Муки нам нужно будет килограмм, получается, да, один килограмм муки. Ну, сейчас посмотрим. То есть я сейчас просто добавлю, вот, наверное, полстакана, здесь 230 грамм. Я полстакана сейчас вот добавлю такого вот сюда вот. Сейчас посмотрим. И быстро мешаем. И делаем, как это называется, по-моему, опара. Делаем такое тесто жидкое, чтобы оно у нас немножко поднялось. И на самом деле быстро так все готовится. Я просто сейчас все это рассказываю, немножко, как бы, это, все равно теряюсь. Хочется вам правильно все так сделать, показать. Ну, не знаю, как у меня это получится. Поэтому. Так, можно еще чуть-чуть добавить. Очень так, видите, жиденько, как там, чуть похуже надо. Прямо вы смотрите, когда будете это делать. Самое главное все это, чтобы быстро. Такое жидкое какое-то тесто надо сделать. Я не стала ничего надевать сюда. Я поставила камеру, потому что думаю, что так будет лучше. Так бы, с одной стороны, я вам показала не себя, а вот наглядно. Но когда я буду все мешать, все будет трястись. Поэтому это очень нехорошо будет. Вот, смотрите, видите, какое тесто? Вот такое вот жиденькое, такое, как на блины. И все, закрываем крышечкой. Вы закрываете там полотенцем, не знаю, чем, в общем, что у вас есть. Закрываете, самое главное, ставим в теплое место. Я буду ставить на плиту, у меня есть там, функция такая. Чуть-чуть у меня быстренько подойдет. Вот. Закрываем крышечкой, ждем, пока она у нас поднимется. Ну что, давайте посмотрим, как обстоят у нас дела с нашей опарой. Смотрите, вот так вот должно быть. Прямо так вот все пузырится, видите, да? Вот такое вот состояние. Вообще, на самом деле, вот у девушки в комментарии писали, у блогера, который я смотрела, у некоторых не получалось. Там говорите, что жидкое тесто, еще что-то, да? Ну, здесь понятно, здесь нужно понимать, у всех стаканы разные, сколько грамм, как измерили. В общем, я еще советую все-таки, если прямо так вот же хотите, как сегодня получится, то у меня здесь получается 230 стакан, 230 грамм. Поэтому, если что, имейте в виду, там, когда делаете опару, понимаете, я положила где-то 1 треть стакана муки для этого, чтобы вы понимали, примерно, сколько это грамм. То есть здесь 230 грамм, плюс, конечно же, само собой, чтобы вот так вот пузырилось. То есть у меня вот стеклянная сейчас посуда, до этого я делала в пластиковой, поэтому в пластиковой, когда у меня дома тепло, жарко, так, знаете, хорошо я там готовила все, и она у меня быстро подходила, очень времени, кстати, мало для этого нужно, она прям быстро работает. Поэтому имейте в виду, если у вас дома холодно, то, ну, надо реально теплое место, может быть, посуду потоньше, еще что-то. Сейчас она у меня долго подходила, потому что это стекло, и как-то вот оно было холодненькое, видимо, я долго все-таки ждала, я ее потом, ну, немножко погрела, и она у меня начала пузыриться. Так, ну что, дальше. Кстати, я забыла, какую я муку использую. Я купила в этот раз вот в Ломарте две такие пачки. Что мы делаем? В общем, когда она у нас такая хорошая, вся красивая, мы туда кладем две, в моей порции будет две с половиной ложки соли. Это чайная ложка. Две чайные ложки с половинкой. Так я уже на глаз. Добавляем сюда нашу оставшуюся воду. У меня есть 600 миллилитров, я 200 миллилитров сюда замешала. Муку, конечно, обязательно просеять нужно, само собой. И сейчас мы будем замешивать. Давайте прямо вот так вот будем смотреть. Вот беру один стакан, 230 грамм сюда. Два стакана. Три стакана, да? Потом сделаю. Я сейчас замешу, тебя стою и тебе сделаю. Так, четыре стакана муки я сюда добавила. Размешиваем. Видно? Вот оно прям так работает. Посмотрите, прям все пузырится. Это у нас начало. Размешиваем. Три стакана муки добавить. Так, третий. Пока у нас семь. Я буду делать все руками, без перчаток. Не буду надевать. У меня такие синие перчатки некрасивые. Нет прозрачных. Семь стаканов. У меня получается даже побольше, да? Муки вышло не килограмм, а больше. Вот. И вот оно, посмотрите, как оно прям вот так вот будет показывать. Он прям, видите, вот такой вот липнет. И теперь просто руками замешиваем. И вымешиваем минут, наверное, где-то пять. Видите, какое оно получается уже? Вот оно в таком состоянии, видите? Вот такое вот. Прям не бойтесь, что оно будет вот так вот выглядеть. Вот каждый раз, когда мы его вмесим, оно такое будет объемное становится. Минут я делала это. А сейчас руки помою и покажу, какое оно получилось поближе. Ну что, показываю. Вот так оно должно получиться. Видите? Он такой немножко, даже я его вот, видите, оно у меня катается чуть-чуть, да? Все, я его закрываю сейчас крышкой. И мы ставим на 15 минут. Ждем, конечно же, в теплое место обязательно, чтобы прям тепло было хорошо. 15 минут достаточно для первого поднятия. Сделаем мы три раза. Будем его месить и вымешивать. Три этапа. И четвертый этап мы будем уже его выкладывать, формировать. В общем, формировки особо никакой не будут. Я буду делать просто, без какой-то всякой красоты. Поэтому не надейтесь, что я буду красиво делать. Я просто сделаю проще. Так, ну что, первый этап. Давайте посмотрим, что получилось. В общем, оно у меня поднялось. Смотрите, вот так вот. Вот, смотрите оно какое классное, видите? И мы его вот так вот складываем, вытягивая. И вот насколько оно позволяет делать так нужно, пока оно, так сказать, разрешает нам его складывать. Так, можно руками. Я уже, знаете, потом руками делаю. Только руки придется смачивать, потому что, как бы, все будет липнуть. Сделаем руку и начинаем с ними таким образом работать. Уже все, уже складывать невозможно. Вот, все, убираем, закрываем, убираем в теплое место и ждем еще 15 минут. Так, ну что, прошло еще 15 минут, смотрим. О-о-о, смотрите, что творится-то, а? Смотрите, что творится. Ну, в общем, вот так вот. Уберем ручечку, белопаточку с специальным приспособлением. Я руками водичкой смачиваю и снова его вытягиваем. Смотрим наш третий этап. Опять все поднялось. Очень хорошо. Вот, я взяла уже сразу же противень. Я застелила ее бумагой. Сейчас очень хорошо. Много-много муки там сделаем. Тут поскрипывает. Показываю, какое тесто. Так, давай. Вот. Видно, да, я надеюсь, как оно, как оно вышло, как оно уходит. Что, смотрите, вот такое вот тесто. Такое жиле. Вот. Сверху очень много делаем муки. Ну, как много. То есть, желательно, да, чтобы нам хоть немножко, чтобы оно не прилипало. А, и я разрезаю его на две части. Прям сразу же здесь. Вы можете на четыре части. Можете на шесть. Можете на си. Вот как хотите. Может быть, там хотите в форме булочек сделать, да? По-разному. Я буду делать просто в такой форме хлеба. Мне так удобно, потому что я вот сейчас тинки, мне надо будет школу завтра. И мы просто так, знаете, вот эти куски нарежу, сделаю бутерброды. Больше не трогаю. Получаются вот такие вот у меня две буханочки. Еще здесь вот можно мукой присыпать. И накрываю полотенцем сейчас. И мы оставляем еще на 15-20 минут. Получается, это наш четвертый раз. Они просто еще раз в этой форме поднимаются. Все, ставлю на 15-20 минут. Опять же, в тепленькое местечко. И будем выпекать. Получается, на 420 по Фаренгейту 10 минут. И потом мы убираем до 400 по Фаренгейту еще 10 минут. Итого 20 минут. Самое главное, температуру поменять через 10 минут. То есть никакой воды внизу ничего не надо ставить. Обычно воду иногда ставят. Я делаю это совершенно без воды. Так что, все, поехали. Так, ну все. Мой хлебушек довольно-таки хорошо поднялся. Скоро, наверное, выползет уже отсюда. В общем, все, ставим. Так, ну что, 420 по Фаренгейту. Ставим на 10 минут. И потом убавляем. Следующий этап. Через 10 минут мы поставим на 400 по Фаренгейту. Так, все. Таймер теперь на 400. Еще 10 минут. Там будем смотреть, как они вообще у меня сегодня. Все. Хлеб готов. Я надеюсь, конечно, хватило этих минут. Сегодня какие-то они побольше, если честно, чем в тот раз получились. Вот. Конечно же, они, видите, друг к другу прилипли. Поэтому желательно делать отдельно. Но для меня, еще раз повторю, это не критично. Важно сейчас посмотрим, какой получился хлеб. Он у меня не сильно так прям подрумянился. Ну, в принципе, ничего, нормально. Это, знаете, похоже, знаете, на что? Такой в форме жопки. Есть такой, по-моему, орех. Он растет на Сейшельских островах. Называется Кокодемер. Вот похоже на этот орех. Вот так вот. Сегодня хлеб в форме ореха Кокодемер. Так, ну что, конечно, мы сейчас ему дадим отдохнуть. Он должен полежать. Можно полотенчиком накрыть. И он должен остыть. Вот когда он остынет, мы будем его разрезать и смотреть, что же получилось. Так, он остыл. Давайте попробуем с вами его нарезать. Видите, он у меня вот так вот разрушился. Вот. Сейчас попробуем. Ну, форма, конечно, такая не очень красивая. Ну, ладно. Так, я надеюсь, видно, да? Ну, все. Получилось. В принципе, неплохо. Мне нравится. У меня там Каролина хрипит. Уснула на диване. Спит. В общем, будет храп. В общем, вот так вот получилось. Классно, посмотрите. Он вот такой вот мягенький весь. Видите? Тепленький такой. Прям прелесть. В принципе, можно было дальше немножко подержать чуть-чуть. Но в целом тоже неплохо. Вкусно. На этой прекрасной ноте мы закончим. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте сердечки. Если будете пробовать делать такой же рецепт. Желаю вам, чтобы у вас все получилось с первого раза. Ну, а я уже пойду отдыхать. Так что спасибо всем большое. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok